Добрый день дорогие друзья! В эфире программа «Якутска сегодня» за режиссерским пультом Марии Новгородовой и Ольги Степановой у микрофона редактор Сергея Антонова. В преддверии Нового года принято подводить итоги, строить планы на будущее и рассчитываться по долгам. 1 декабря 2021 года истек срок для своевременной оплаты физическими лицами имущественных налогов за 2020 год. Если налогоплательщик не заплатил вовремя, то со следующего дня он уже, получается, стал должником. Итак, до наступления новогодних праздников остается совсем немного времени и для забывчивых граждан это возможность вовремя начать Новый год без задолженности. Поэтому налоговые органы уже не первый год проводят у нас в республике акцию «В Новый год без долгов». Ее цель – дать возможность физическим лицам и индивидуальным предпринимателям проверить и оплатить уже имеющуюся задолженность. Каким образом пройдет эта акция в этом году? Какие страховые взносы платит индивидуальный предприниматель? И каким образом можно избавиться от долгов тем, кто не успел оплатить налоги вовремя? Ответы на эти и другие вопросы мы получим сегодня у нашего собеседника. Это начальник отдела оказания услуг номер один Управления Федеральной Налоговой Службы России по Республике Саха и Якутия Сергея Ланна Гавриловна Винокурова. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, начать наш разговор. Действительно, мы, наверное, будем говорить об акции, которая стартовала в декабре этого года, для того, чтобы погасить налоговую задолженность, для того, чтобы не испортить себе праздники и отпуск. Эта акция в Новый год без долгов. В чем ее суть? Значит, получается, согласно ежегодно, мы проводим такую акцию, Новый год без долгов. То есть в рамках этой акции желающие могут подойти к нам, налоговые органы, либо мы его проводим где-то в общественных местах, например, в торговых центрах. Также мы его проводили на Почте России в отделениях МФЦ. То есть любой желающий может получить информацию о своей задолженности, получить квитанции на уплату налогов. Также могут подключиться к нашему интернет-сервису личный кабинет малоподельщиков физического лица. И задать любые интересующие вопросы касательно имущественных налогов. В этом году мы проводим такую традиционную акцию в отделении МФЦ. Она будет проведена у нас завтра и послезавтра в отделении по адресу улицы Амосова, в рамках которого наши специалисты тоже дадут разъяснения. Также желающие смогут получить налоговую квитанцию на уплату налогов и подключиться к личному кабинету налогоподельщиков. То есть вы создаете все, скажем, удобные условия для того, чтобы наши налогоподельщики смогли прийти, сразу же из первых рук получить информацию и на месте сразу же оплатить свои налоги. Получается, на месте же не смогут уточнить свои обязательства и также произвести уплату через посттерминалы, которые у нас имеются в отделениях МФЦ. Хорошо. А какие ограничения предпринимаются для тех, у кого уже есть, например, задолженность по налогам? Например, если гражданин не уплатился временно, то есть после 1 декабря, получается, он становится должником по уплате налогов. Соответственно, будут начисляться пении. Также неприятным сюрпризом может оказаться то, что судебные пристава могут наложить арест на выезд за пределы Российской Федерации. Также могут быть ограничения по банковским счетам, по заработной плате. То есть, получается, человека могут ограничить, также наложить арест на недвижимое имущество и транспортное средство, только после реализации которого данные средства поступят в бюджет. То есть нужно быть бдительным, особенно тем, кто, например, собрался в отпуск, имеет какую-то задолженность по налогам. Пожалуйста, учтите, потому что ваш отпуск может быть просто под угрозой. Поэтому призываем, рекомендуем всем проверить свою задолженность и своевременно исполнить свои обязанности. Хорошо. А вот где граждане могут посмотреть свою задолженность и как уплатить ее по, например, имущественным налогам? Ну, налоговое уведомление у нас начало рассылаться с сентября месяца. То есть рассылка произведена пользователям личного кабинета в их личные кабинеты. Также направлены у нас уведомления по почте. Те, кто не получил, соответственно, по какой-либо причине могут получить налоговое уведомление, посмотреть в личном кабинете пользователей личного кабинета. Также данная задолженность выгружена на портале госуслуг. То есть все мы являемся практически пользователями портала госуслуг. То есть информация по задолженности уже там выгружена. Также могут использовать наше мобильное приложение налоги ФЛ, в котором также есть актуальная информация о сумме задолженности. В каких случаях индивидуальный предприниматель оплачивает страховые взносы в фиксированном размере? Вот я знаю, спрашивают об этом очень часто. Вот получается, как гражданин стал индивидуальным предпринимателем. То есть с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. И эти сведения, если поступили в единственный государственный реестр индивидуальный предприниматель, он становится платежиком страховых взносов в фиксированном размере за себя. Например, если он не имеет наемных работников, независимо, он ведет деятельность, не ведет, он обязан исчислить страховые взносы за себя. Хорошо. А фиксированные платежи индивидуального предпринимателя кто должен платить? Ну, это обязательный платеж, который уплачивается гражданином, который стал в качестве индивидуального предпринимателя. Также адвоката, нотариусу получается. И они уплачивают фиксированный платеж обязательный. То есть он уплачивается у нас ежегодно. И срок уплаты не позднее 31 декабря. Например, в этом году, не позднее 31 декабря 2021 года. Хорошо. В каких случаях индивидуальный предприниматель может не платить страховые взносы? Ну, страховые взносы, значит, не уплачиваются в том случае, если, значит, параментальный предприниматель ухаживает за пожилым человеком старше 80 лет, также ухаживает за инвалидом первой группы, инвалидом с детства, также, значит, если по уходу за ребенком до полутора год, и также, если проходит военную службу, для этого, для освобождения от уплаты страховых взносов необходимо предоставить соответствующее заявление налоговой орган с приложением всех подтверждающих документов. Хорошо. А предприниматель платит вообще? Какие фиксированные платежи? Ну, получается, есть понятие платежей два вида. Получается, фиксированные. Это если доход не превышает 300 тысяч, он оплачивает одну сумму. То есть, получается, это оплачивает обязательное пенсионное страхование, 32 448 это в год, это на обязательное пенсионное страхование, и взносы на обязательное медицинское страхование, сумма которой составляет 8 426 рублей. То есть, эту сумму он может оплатить частично, может, раз в месяц, раз в квартал, либо он может оплатить ее одновременно, не позднее 31 декабря. Если же доход превышает свыше 300 тысяч, то он оплачивает с него 1%, и срок уплаты которого получается не позднее 15 июля, например, 2022 года. Хорошо. Это, получается, дополнительный взнос за себя он уплачивает? Да, получается, да, за себя. И какие доходы здесь вот учитываются? Ну, тут, получается, если он на спецрежимах, например, по патенту, да, то есть, либо на УСН может оплатить, то есть, по УСН учитываются все доходы, и, то есть, именно, а если используют, например, на УСН доходы минус расходы, то он счет, как бы, расходов, да, учитывает именно страховые уплаты, страховых взносов. То есть, именно по объектам доходы он может использовать все доходы, которые поступают у него. Угу. Каким образом можно оплатить страховые взносы? Давайте об этом поговорим немножко. Надо уделить внимание этому вопросу. Ну, страховые взносы можно оплатить, как бы, получается, через наши сервисы. На нашем официальном сайте имеется сервис уплата налогов и пошлин. Также можно уплатить через сервис личный кабинет индивидуального предпринимателя. Также у нас имеется мобильное приложение, личный кабинет предпринимателя, который можно скачать также, да, на любой телефон, смартфон. И туда, получается, осуществляется вход с помощью пароля, полученного в налоговом органе, либо по паролю подтвержденной учетной записи от портала государственных услуг. Также можно авторизоваться и зайти в личный кабинет индивидуального предпринимателя, где есть очень удобный интерфейс и возможность онлайн-оплаты. Хорошо. Вот мы сказали, что 1 декабря текущего года уже истек срок для своевременной оплаты физическими лицами имущественных налогов за уже прошедший 2020 год, да? Ну, есть у нас люди, которые вовремя не уплатили эти налоги. Каким образом вот здесь будут начисляться пении? Ну, пение вообще рассчитывается каждый день, за каждый день просрочки, да, в размере 1,3 ставки рефинансирования. Поэтому у кого есть запланированные какие-то мероприятия на новогодние каникулы, поэтому прозываю всех уточнить свою задолженность, посмотреть ее в наших сервисах, в частности в личном кабинете, да, и исполнить свою гражданскую обязанность после оплаты налогов. Хорошо. Вот такой вопрос нам задают. Оплатил налоги в последний день. Получится ли так, что мне начислят пении? Потому что я слышал, что оплата будет видна только через 10 дней. Ну, нет, получается там, как считается, платеж. Если человек оплатил 1 декабря, да, то, соответственно, по дате списания с банковского счета с карты будет учтена у нас в базе данных налоговых органов за уплата. То есть, соответственно, он исполнил свою обязанность по дате списания со счета. Соответственно, информация о платежах к нам поступает от органов федерального казначейства в течение от 3 до 10 дней. Поэтому сумма в любом случае отразится. То есть, если человек правильно заполнил, соответственно, то сумма в любом случае упадет. Хорошо. И вот еще вопрос спрашивают. Я хочу зарегистрироваться в личном кабинете. Нужно ли к вам подходить для получения первого пароля? Ну, если человек желает зарегистрироваться в личном кабинете, то ему не обязательно подходить. То есть, как я уже говорила, что он имеет возможность зайти именно подтвержденной записью от портала государственных услуг. То есть, подтвердить можно в отделениях МФЦ, Почта России, также в онлайн-приложениях банков. То есть, Сбербанк онлайн, ВТБ онлайн, Тинькофф банк. То есть, во всех отделениях приложениях банков имеется возможность подтверждения учетной записи портала. Хорошо. Ну и в завершении нашего разговора давайте напомним, что именно завтра в отделении многофункционального центра… Да, получается, мы завтра и послезавтра в отделении «Мои документы» на МОСВА-18 будем проводить акцию «Новый год», в котором как бы все желающие смогут получить актуальную информацию по задолженности, уточнить свои обязанности, также подключиться к личному кабинету и задать свой интересующий вопрос. И самое главное не забыть, что если у вас есть задолженность, то у вас могут быть неприятности, особенно при вылете, например, в аэропорте, при пересечении границы, поэтому обязательно нужно быть… Поэтому призываем не задерживать с уточнением своих обязанностей и задолженностей и исполнить свою обязанность по оплате и встретить Новый год без налоговых долгов. Хорошо, дорогие друзья, впереди у нас небольшая рекламная пауза, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сейчас у нас еще одна актуальная тема, которая будет интересна как взрослым, так и школьникам, поскольку она касается бесплатного обучения основам программирования. Согласитесь, что в наш век информационных технологий – это очень нужная и востребованная профессия. А для школьников эти курсы станут дополнением к базовой программе по математике и информатике. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии – 320066 и 321166. Итак, наш следующий собеседник – это главный специалист Института развития профессионального образования, администратор проекта «Кадры для цифровой экономики» Ольга Владимировна Яковлева. Добрый день. Здравствуйте. Итак, на сегодняшний день IT-отрасль, в том числе и в нашей республике, как мы знаем, активно развивается. И цифровизация внедряется во все сферы. Дети уже со школьной скамьи проявляют интерес к программированию, участвуют в различных хакатонах, конкурсах по IT. А вот что это за проект «Цифровые профессии»? Дети, расскажите о нем, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие телезрители, также радиослушатели. Да, на сегодняшний день у нас IT-отрасль развивается очень активно. Особенно это ощущается за последние два года, когда вот наступила пандемия коронавируса. У нас оптимизированы многие процессы, оцифрованы многие услуги. Даже наше образование буквально за несколько месяцев переведено на дистант. И прежде чем рассказать о проекте «Цифровые профессии» трек-дети, я хотела бы рассказать изначально, из чего все начиналось. Данный проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы цифровой экономики Российской Федерации. Организаторами являются Министерство цифрового развития России и Университет 2035. У нас в республике реализуется региональный проект «Кадры для цифровой экономики». Администраторами являясь я, координирует этот проект Министерство образования и науки. И реализуется вот с 2019 года. И в 2019 году был опробирован пилотный проект персональных цифровых сертификатов. Может, многие об этом слышали? Да, я даже вспоминаю, что приглашали, по-моему, взрослое население получить вот эти персональные цифровые сертификаты. А что они давали? Для чего они вообще нужны были? Да, простым языком это была возможность для жителей нашего региона получить бесплатную профессию по цифровой компетенции. Это были курсы повышения квалификации от 16 до 72 академических часов. И в пилоте у нас участвовало 5 регионов. Это был конкурсный отбор, по которому мы среди 5 пилотов прошли. И на каждый регион выдавали 1000 персональных сертификатов. По итогам у нас успешно завершили и получили удостоверение о повышении квалификации 464 жителя. То есть практически половина из тех, кто получил сертификаты. Возможность бесплатного обучения. Да, то есть они использовали такую возможность. Данный проект был опробирован успешно. И мы подвели итоги совместно с университетом 2035, организатором в апреле 2020 года. Позже, в сентябре, уже данный проект был реализован масштабно. Уже в 48 субъектах тоже был конкурсный отбор. И мы тоже также по конкурсному отбору регионов прошли. И дополнительно еще 450-й день жителей получили цифровые компетенции. А вот можно узнать, какие еще тогда регионы участвовали в апробации? Вообще как происходил отбор? Отбор на апробацию был конкурсным. Участвовали все субъекты, но по итогу прошли пять регионов. Это республики Башкортостан, Татарстан, Тульская область, мы и Ростовская область. Далее у нас в декабре 2020 года были внесены изменения в федеральный проект. У нас сменился куратор. Ранее это было Министерство экономического развития Российской Федерации. Теперь нас курирует Министерство цифрового развития. Далее также были внесены изменения в проект персональных цифровых сертификатов. Новая модель данной программы была анонсирована летом 2021 года. Теперь этот проект называется «Сифровые профессии». По данному проекту мы тоже не раз выступали, были анонсы. Что же изменилось? Суть осталась, то есть любой житель может освоить новую профессию, но это уже не краткосрочные курсы повышения квалификации, а полноценная профессиональная переподготовка от 250 часов. Он по 29 направлениям цифровой экономики. Это и промышленный дизайн, и цифровой дизайн, и системное администрирование, кибербезопасность, большие данные и так далее. То есть увеличилось количество областей, где может найти применение именно вот эта профессия. Да. Также если в прошлые годы провайдерами услуг были образовательные организации, вузов, СУЗов, а также дополнительного профобразования, то в этом году был отбор среди провайдеров услуг, и теперь образовательные услуги предоставляют только топовые организации. Это как Сбера университет, университет Иннополис, Geekbrains, Skyeng, 1С и так далее. Но изменилась также финансовая составляющая, теперь компенсация за обучение будет 50% от государства. То есть эта программа рассчитана на тех, кто давно хотел сменить свою профессию, овладеть новой профессией поэти. Можно сейчас зайти на сайт цифровыепрофессии.рф, в каталоге уже представлено более 30 курсов, и по желанию, если человек хочет, то может ознакомиться на данном сайте. Прием заявок осуществляется до конца этого года. И уже в следующем году он будет уже новой профессией, цифровой профессией. Также, когда анонсировали летом этот проект, нам говорили, что предусмотрено также бесплатное обучение для школьников. Конечно, мы все субъекты этот проект ждали, и буквально 1 октября объявили о старте конкурсных заявок на участие. Мы этим шансом воспользовались, направили заявку, и 4 октября среди пяти пилотных регионов мы опять-таки тоже в составе пилотов мы стартуем. То есть что дает этот проект? Это бесплатное обучение языкам программирования. Это топовые языки. Это питон, самый известный, это ява, это C-шарп, C++ и PHP. Это проект для школьников от 14+, то есть от 14 до 18 включительно. Обучение это не краткосрочное, то есть оно рассчитано на 6-7 месяцев. Очень длительные. Это длительные курсы, да. Хорошо, вот вы говорите, что для взрослых, например, эти курсы уже дают получение профессии, можно сказать, переобучение. А вот для школьников что это будет означать? Для школьников... Это очень длительное же обучение, в течение полугода, 7 месяцев, вы говорите. Да, это продолжительность этого курса в 144 академических числа. Это рассчитано, то есть в неделю два раза. Два раза обучения. Обучение проходит дистанционно, онлайн. Это дает школьников, можно сказать, ну дополнительное. У нас сейчас информатика преподается в школе один раз в неделю. Этого недостаточно, поэтому дети, которые заинтересованы информатикой и программированием, они идут в дополнительное образование, на кружки, на секси. В основном это бывают платные курсы. Поэтому это как раз-таки возможно для наших детей, которые заинтересованы в программировании, которые будут сдавать ОГЭГ по информатике. Которые выбрали для себя в дальнейшем профессию, связанную с программированием, например, да? Те, кто хочет работать, войти в отрасли. Да. Это как раз-таки будет и как профориентационная работа. То есть это, если ребенок сейчас проявляет интерес в программировании, то это такая хорошая возможность. Он на данных курсах, он... Познакомится с какими-то САЗами, да, с особенностями, наверное, да, работы в этой отрасли. Он уже какие-то свои первые знания получит, и, соответственно, у него уже появится какое-то представление о будущей, может быть, профессии, да? Правильно говорю? Да, правильно, правильно. Ну и опять-таки образовательные курсы провайдерами являются... Это девять школ, тоже сильнейшие школы нашей страны, которые имеют огромный опыт обучения программированию. Это такие школы, как Алгоритмика, Академика, Университет Синергия, Университет Иннополис, Инжинириум Московского государственно-технического университета имени Бауна. Сейчас в каталоге курсов размещено 27 курсов. На сайте talent-it.ru представлены данные курсы, и уже сам ребенок может выбрать понравившийся курс и уже записаться. То есть там регистрация простая, но для дальнейших этапов регистрации, конечно же, мы рекомендуем родителям, потому что там необходимо прикреплять документы. Это у нас паспорт, паспорт с НИЛС, и также иногда требуется справка со школы. То есть некий этап регистрации имеется, и далее уже ребенок сдает мотивационный тест. Там нету такого отсева. Мотивационный тест он распределяет по группам. То есть там есть и базовые группы, есть и углубленные группы для тех детей, которые уже имеют опыт и знания по программированию. Хорошо. Для того, чтобы наши ребята действительно как можно больше узнавали об этом, чтобы они смогли принять участие в этих тестах, какая работа проводилась у вас, например, по информированию тех же, например, школ, тех же учителей, математики, информатики, для того, чтобы они привлекали детей к обучению? Вот после того, как было анонсировано то, что мы в составе уже пяти пилотных регионов, у нас обязанности было как раз таки информирование. Это анонс о программе. Изначально у нас квота определили 600 человек, 600 школьников. То есть на каждый пилотный регион это по 600 школьников. И мы в первую очередь же провели ВКС с управлениями образованием для привлечения также, чтобы по школам они направляли тоже информацию. И также мы работали с юными Якутия. Хорошо. Мы поговорим об этом после рекламы. Дорогие друзья, впереди ваша реклама. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о бесплатном обучении основам программирования, теперь уже адресованным детям. И наш собеседник, главный специалист Института развития профессионального образования, администратор проекта кадры для цифровой экономики Ольга Владимировна Яковлева. Ольга Владимировна, до рекламы мы начинали говорить об информационной кампании, да? Какая работа была сделана для того, чтобы проинформировать, например, учителей, педагогов, родителей об этой программе для того, чтобы можно было привлечь как можно больше детей к бесплатному обучению? Да, мы об этом говорили, я немножко сбилась. Да, у нас был проведен ВКС, управление образованием для привлечения школ. Также мы пустили рекламу, это в средствах массовой информации. Также на сегодняшний день у нас по состоянию на 13 декабря всего поступило заявок 770. То есть изначально квота у нас была 600, и на сегодняшний день у нас уже превышена квота, можно сказать, да? И по зачисленным это уже те дети, которые прошли у нас мотивационный тест, загрузили документы и подписали договор о показании образовательных услуг 358, то есть половина. И теперь, когда вот в ходе реализации нам удалось, то есть организаторам был продлен набор до конца декабря, это обозначим конкретную дату 27 декабря, последний день сдачи заявок, и квоту нам увеличить до 2000. Ой, как здорово. То есть сейчас мы можем сказать, что все школьники от 14 до 18 лет включительно могут подавать заявки. Заявки, еще раз нам напоминаю, заявки подаются на сайте. Сайт указан на экране, talent-it.ru, и достаточно простой сайт, там выбираете курсы, выбираете образовать ту образовательную организацию, которую предпочтете, и далее по ссылкам все просто. И также хочу сказать, что мы единственный регион, который находится за Уралом, на Дальнем Востоке из четырех, поэтому важно, мы говорили организаторам о том, что важно учитывать наше время. То есть у нас разница Москвы 6 часов. И каким образом, вот, например, при обучении, при проведении курсов эта разница будет учитываться? Сейчас эта разница учитывается в основном в трех образовательных организациях. Это Университет Иннополис, Кадемика и Инженерия Баумана. Но в остальных образовательных организациях это будут дополнительные потоки именно для нашего региона. Когда будете выбирать, например, родителям, когда будете выбирать курс, прежде всего до подписания договора надо разговаривать с кураторами. Именно с образовательной организацией. Надо проговаривать то, что мы республика Саха-Якутия, пилотный регион, мы хотим, чтобы учитывали наше время. Организаторы об этом в курсе, мы об этом постоянно напоминаем, чтобы про нас тоже не забывали. Но заявительную форму все равно нужно делать. Вы сказали, что количество детей у нас увеличилось. В связи с этим дети, которые не прошли мотивационное тестирование, не повторно могут подать заявки? Ну, мотивационное тестирование оно не предусматривает от Сева. То есть будут зачислены все, кто подавался. Мотивационный тест, он нужен для школы, чтобы определить их, в какую группу их направить. То есть углубленную группу, либо в базовую группу. Хорошо, то есть вот эти 300 с лишним детей, которые, как вы сказали, прошли, они будут заниматься уже более в углубленной форме. Так, да? Нет, там разные. Там разные. То есть 358 это те дети, которые уже прошли тест и прикрепили документы и подписали договор с образовательной организацией. Остальная половина, оно либо еще не подписало документы, либо просто не прошли тестирование. Ну, тем не менее, мы уже можем успокоить, обнадежить этих детей, что все равно они будут приняты. Да, да. Хорошо, но тем не менее, вот вы сказали, что количество детей, которые могут бесплатно обучаться на курсах программирования, у нас увеличено. Я просто призываю наших родителей, наших учителей, чтобы они еще раз приглашали наших детей, для того, чтобы они имели, можно сказать, шанс для бесплатного обучения. И, поверьте, не всем, мне кажется, повезло в этом смысле. Всего 5 субъектов. Всего 5 субъектов Российской Федерации. Это действительно уникальная возможность, ей надо воспользоваться. Давайте еще раз напомним, до какой даты надо принимать заявки. И вот какие улусы наиболее активно себя проявили? Вот какая-то статистика у вас ведется или нет? Мне просто интересно. Да, то давайте проговорим, это 27 декабря. То есть до 27 декабря нужно успеть подать заявки. Да, да. И по районам можно, ну это, конечно же, город Якутск, также Мирненский район активный был очень. Далее у нас активным были Мегино-Кангаласский район и Хангаласский. Пока статистика такая. Хорошо. Давайте расскажем еще раз, чем привлекателен этот проект, какие цели, задачи здесь достигаются. Ну, из 42 стратегических инициатив нашего правительства, правительства Российской Федерации, является цифровизацией, можно сказать. Подготовка высококвалифицированных кадров по цифровой экономике и обучение по программированию является его составной частью. И подготовка кадров, да, можно сказать, должно начинаться именно со школьной скамьи. Оно должно начинаться со школы. Это и профориентация, это и будущая профессия для детей. И у нас вот сейчас, на данный момент, нехватка по всей стране IT-кадров. У нас, например, вузы и СУЗы наши ежегодно выпускают 500 специалистов по этой области. И по нашей сводке, например, для работодателей этого не хватает. Этого не хватает, и поэтому подготовку кадров мы начинаем именно со школы. Хорошо. Где будет проходить обучение, давайте еще расскажем, и как можно принять участие в проекте. Мне кажется, все-таки надо заострить на это внимание, может быть, и для тех, кто чуть позже присоединился к нашему разговору. Обучение полностью дистанционное, оно проводится в онлайн-формате. Полностью бесплатное. Полностью бесплатное. Регистрацию можно пройти на сайте talent-it.ru. Сайт очень простой. Выбирайте из каталога один из курсов, предпочтительную образовательную организацию и направляйте заявку. Это может сделать сам школьник самостоятельно. И другие этапы регистрации уже надо присоединиться к родителям. То есть это и прикрепление документов. Ага, вот сейчас как раз на экране показывают название этого сайта, на который можно зайти и заполнить заявку. Хорошо. Далее вы сказали, требуется помощь родителей для того, чтобы... Для того, чтобы прикрепить документы, это паспорт лицевая и сторона с пропиской. Потому что мы подтверждаем проживание в одном из пяти пилотных регионов. Проживание в республике Саха-Якутия. С НИЛС ребенка и паспорт одного родителя. Также в некоторых школах требуют справку со школы. Но, например, университет Синергия это требует. В остальных школах это не требуется. Но тут... И почему именно требуется справка со школы? Я тут поговорю. Потому что у нас есть дети, которые обучаются в колледжах и техникумах, которые ушли после девятого класса. Мы также просили организаторов учитывать этих детей. Но пока в рамках пилотного проекта только школьников. Только школьников. И в следующем году, когда мы подведем итоги апробации, то уже этот проект запустится во все 85 субъектов. И курсы будут продолжительные. Там два года надо будет учиться программированию. И надеюсь, что и наших детей, которые ушли после девятого класса в колледж, они тоже будут учитывать. Мы надеемся на это. Вот в начале нашего разговора мы говорили об обучении государственных служащих по программам российской академики, академии народного хозяйства. Расскажите, пожалуйста, об этом чуть подробнее. В рамках нашего проекта «Кадры для цифровой экономики» в этом году мы обучили 109 государственных муниципальных служащих в Центре подготовки руководителя цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАМХИКС. Это у нас было в рамках дополнительного соглашения с Министерством цифрового развития. Всего нашим служащим было доступно три программы. Это реализация проектов цифровой трансформации, 228 академических часов, цифровая экономика, цифровая трансформация, 60 академических часов и основа цифровой трансформации, 20 академических часов. Всего у нас квота была 87 на регион, но в отличие от цифровых профессий, где дети, там у нас есть конкурсный отбор, то есть есть тест. Тест по мотивации, тест по цифровой грамотности и тест по знанию цифровой экономики. И вот как раз по тесту по мотивации у нас многие не проходили. У нас многие не проходили, у нас несколько этапов проходил набор, и в итоге у нас 109 были зачислены и завершили это обучение. Вот последний поток у нас завершили в декабре этого года. По плану у нас на следующий год также планируется. У нас по поручению вице-премьера Мишустина Чернышенска у нас увеличение по Дальнему Востоку на 15% года. То есть в следующем году мы планируем еще 100 человек обучить. Но тут важно понимать то, что не только государственные и муниципальные служащие могут пройти обучение по данным программам, но и работники бюджетных сфер. В следующем году мы направим во все исполнительные органы власти, в их подведомственные организации анонс о наборе на курсе. Курсы тоже дистанционные и готовят кадры для цифровой трансформации регионов. Хорошо, спасибо вам за очень интересную беседу, дорогие друзья. Это была программа «Якутск. Сегодня». Ее подготовила и провела редактор Серголана Антонова. Всего вам доброго. До свидания.